Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Политека. Как всегда, благодарим вас за ваше внимание и за ваше доверие. Не забывайте этому видео поставить лайк, подписаться на канал и пишите ваши вопросы или комментарии. Для нас это очень важно. И, как всегда, самое интересное мы отбираем и задаем нашим уважаемым экспертам. Сегодня с нами на связи довольно интересный, как раз, эксперт, с которым мы попытаемся найти ответы на ваши вопросы, друзья. Ростислав Мурзегулов с нами на связи. Ростислав, здравствуйте! Добрый день, Влад! Ростислав, мы с вами начнем с неких прогнозов, которые сейчас описывают средства массовой информации о том, что я уж таким языком начну, что кремлевский старец, он был отправить до 2044 года, после чего развалит НАТО, оккупирует пол Европы, переселится потом в Арктику. Ну, знаете, это все в целом складывается как-то из серии уже фэнтези. Но, с другой стороны, война России против Украины, она тоже в свое время рассматривалась как некий невероятный сценарий. Так вот, под этим бредом вышла и заглавие, и статья в Daily Mail. В принципе, многие говорят, что это такой британский таблоид, который больше специализируется на публикации, там, простите, обнаженных женщин, сплетнях. Ну и вдруг он разразился писать о войне россиян против Украины и россиян против Европы через 20 лет. Но, вы знаете, в целом, мне складывается впечатление, что западная пресса, она все больше начинает, ну, вот как раз, возможно, идти по этому пути прозрению. В целом, какую угрозу становит Российская Федерация и в том числе сам кремлевский правитель? Ну, да, да, это на самом деле так. Действительно, некоторое время западные средства массовой информации, ну, суть западной элиты, да, мы понимаем, что СМИ, экономика, политика всегда шагают где-то рядышком во всем мире. Ну, где-то они вообще сращены, так как в России, например, да, а там, где есть демократия, все-таки эти ветки раздельные, но все-таки они взаимодействуют. И мы понимаем, что сейчас, когда даже таблоид такой, как Daily Mail пишет об этом, это говорит о том, что где-то в эстеблишменте это обсуждается. Это неплохо, потому что действительно с Путиным долгое время все пытались разговаривать, все думали, что он договороспособный. Ангела Меркель вообще, наверное, считала его чуть ли не другом, а может быть, каким-то там товарищем. Вот, и Макрон ему звонил, вы помните, да, до последнего, и пытался о чем-то с ним поговорить, думая, что с этим человеком можно о чем-то разговаривать. Но сейчас, видимо, понимание действительно у всех есть, что человек улетел головой куда-то очень высоко в космос, и человек действительно способен на все, что угодно. Да, сейчас ему больно дали украинцы полосу, честь и мы хвала за это. Они, вроде как, если бы это был нормальный человек, они бы, возможно, даже поставили его на место. Но я думаю, что человек он давно ненормальный, потому что при четверти вековом власти даже адекватный человек вроде нас с вами превратился бы в монстра. А изначально какая-то КГБшная моль, ну, естественно, ей сам Бог велел стать вот этим вот, то ли императором недоделанным, то ли каким-то царем-самоучкой. Но, собственно, вот этим вот он и стал. И я не удивлюсь, что сейчас он ищет какие-то, как вот он любит, неожиданные решения по поводу того, как все-таки захватить весь мир и заставить всех себя любить. И среди этих решений может быть все, что угодно, потому что он действительно считает, что все в Европе такие хлюпики, что на Западе никто не может принять решение. Многократно в Кремле с обитателем его разговаривая, я слышал вот эти сентенции о том, что они там все никакие, что политиков там нет, что там нет равнозначной фигуры. Да сам Путин сколько раз пробалтовался и проговаривался. Помните, да, после смерти Ганди поговорить-то не с кем. И вот это вот вроде как шутка, да, но в каждой шутке это только доля шутки. И мы понимаем, что действительно у человека башка съехала настолько, сглузду съехал, как у вас говорят, да, настолько, что он сам-то в это верит на самом деле. И поэтому, да, это как конспираси звучит, это звучит как бред, но и само нападение на Украину звучало как бред. И могу сказать, что внутри России-то, как в элитах, так и в народе, я вот тому свидетель, очень мало кто верил, что вообще возможно нападение на Украину даже, потому что, ну, как это так, нападать на соседние страны. И, в общем-то, я не исключаю никакого сценария, особенно если он вместе со своими героическими помощниками найдет какие-то неожиданные ходы, которые он может посчитать выгодными, какие-нибудь прорывы, какие-нибудь внезапные атаки, какое-нибудь новое оружие. В общем-то, все это, я уверен, они сейчас прорабатывают. Безусловно, потому что они считают себя великими, и они не могут мириться с поражением, как люди, у которых, ну, я думаю, что шизофрения в той или иной степени. Ростислав, по поводу помощника, вы имеете в виду внутренних или все-таки внешних, в том числе и КНР, и НДР, и Иран? Ну, знаете, внутренние помощники, конечно, впервые здесь, да, в этом ряду, но, знаете, назови мне своих друзей, я скажу, кто ты, да, по дружбу с этими всеми товарищами, она тоже, конечно, не добавляет здоровья психического, потому что, ну, все эти кимы, все эти иранские аятолы, сколько лет они там сидят, сколько лет они обладают этим всем властьем, и точно так же сходят с ума от этого. Поэтому, да, возможно, повлияли и внешние тоже. Вы прекрасную фразу сказали о том, что Путин превратился из моли в монстра. Вот как вы считаете, по вашему общению, по тем знаниям и опыту кремлевского этого устроя, Путин, он изначально понимал, что война и в Украине, и в других странах, она ему необходима будет для держания его власти? Или все-таки, ну, как говорят, аппетит приходится временем или во время еды, и он уже во время своего правления надумал такую историю? Ну, вы знаете, я думаю, что он не планировал вот того, что сейчас происходит на полях сражений, да, я думаю, что он это все видел в своих мечтах, как такой торжественный марш, как парад победы сразу же, да, то есть я вообще-то не удивлюсь, да, тому, что если действительно правда, вот эти вот безумные планы концертов Газманова и Любе на Крещатике, да, на, там, март 22-го года, которые якобы были, они вполне могли быть безумными настолько, что планировать и такое, потому что, ну, они себя переоценивают всегда и во всем, и, соответственно, в своей военной мощи тоже. Российслав, кстати, в этой же статье Daily Mail приводит прекрасное такое свое мнение о том, что самым эффективным оружием кремлевского диктатора остается страх отдельных западных стран перед мифической эскалацией. Также белые разведчики, их так называют, из Atlantic Council пишут о слепоте западной демократии. В течение почти двух лет западные лидеры позволяли России запугивать себя. Они лишили Украину оружие, необходимого для победы в войне, опасаясь спровоцировать Путина. Этот катастрофический подход лишь предал смелости Кремлю. То есть, секретным оружием Путина является не ядерка, а, видимо, все-таки именно страх, страх Запада в первую очередь, поскольку в Украине мы, как видим, уже второй год он отсутствует. А что, невозможно Западу этому кремлевского фюрера как-то разоружить? Ну, вы знаете, доля-то правды есть, на самом деле, вот в таких умозаключениях, поскольку действительно Запад, ведь он живет немножко по другим стандартам, да, особенно если брать Европу. В Америке-то они могут, да, взять шашку на голову и поскакать там в сабельную атаку на кого-то. Но Америка далеко от России, и они, естественно, здесь не будут настолько хозяйничать. А вот Европа действительно, она стала такой мягковатой в плане войны, мягковатой в отношении диктаторов, они пытаются с ними разговаривать и договариваться. Ну, посмотрите, там под боком у Макрона, Шольца и других адекватных людей, у них находятся такие неадекватные люди, как Орбан много лет, как, ну, вот сейчас вот там в Словакии пришел очередной деятель, да, странноватый. Вот, их таких-то было много, то есть, и что в итоге происходило-то? Ну, одного из диктаторов, например, выковыривали из осиного его гнезда, я про Милошевича говорю, американцы. Но я не говорю, что они там сильно хорошо все сделали в этой истории с Косово, Албанией, Сербией и так далее, то есть, они действительно, может быть, какой-то ящик Пандоры там открыли, но я говорю про саму решимость, да, то есть, европейцы сами с этим ничего не делали. Потому что, ну, вот, какие-то они стали цивилизованные, рафинированные, мягкие. И, соответственно, сейчас я с трудом себе представляю вообще какие-то агрессивные действия Европы в адрес России и россиян, потому что принято решать в Европе все каким-то спокойным путем. И это, на самом деле, конечно, неплохо для Европы и для ее жителей, но во взаимоотношениях с диктаторами, диктатурами, ну, это часто бывает, знаете, такие прогибы. Мы можем вспомнить, например, историю взаимоотношения Франции и Катара, да, многократно это все показывалось во время чемпионата последнего футбола, да, то есть, когда французы прямо так хотели помогать Катару, да, и так их выгораживали с их всеми вот этими варварскими и вопиющими нарушениями прав человека, да, то, что Катар делал с гастарбайтерами своими, да, сколько их там погибло на строительстве стадионов. Но, соответственно, французы, имея какие-то обязательства, выгораживали этих всех шейхов. Соответственно, это все было почему? Потому что, ну, вот они предпочитали с ними вести диалог экономическими способами, способами какими-то, как бы, взаимовыгодными. И долгое время с Путиным тоже пытались вести такую борьбу, потому что, действительно, это же не первый уже такой международный закидон, да, этого Владимира Владимировича, потому что, ну, мы помним ситуацию с Крымом, помним ситуацию до этого с Грузией. И там же его, по сути, просто пожурили. И, по сути, поощрили его дальнейшие действия вот эти вот. Потому что, ну, ладно, там не пролились такие реки крови, которые сейчас льются, но суть-то та же. То есть человек просто посягнул на территорию чужой страны, на международно признанную. Образ. И, соответственно, это оба раза ему, что называется, прокатило. Вот. Ну, соответственно, здесь, да, наверное, о какой-то жесткости говорить нужно. Но, в принципе, даже то, что сейчас они делают, то, как они вооружают Украину, например, это даже стало для Путина неожиданностью. Потому что, действительно, когда смотришь на его лицо, когда он говорит о поставках оружия, ну, у него действительно недоумение. То есть он не понимает, как это так ему возразили. И все-таки вялые возражения вот эти есть, но если говорить о чем-то большем, я не жду ничего большего от Европы. А Америка, еще раз, она сюда вот, прямо вот, ну, на территорию России точно не полезет. У них своих проблем сейчас выше, конечно. Россия Сталовна, предлагаю как раз о международных закидонах поговорить в таком ключе. На прошлой неделе Путин подписал новый указ о выделении средств на исследование и регистрацию российской собственности за рубежом, в том числе на бывших территориях Российской империи и Советского Союза, отмечает издание. В документе Аляска конкретно не упоминалось, но он привлек внимание военных блогеров, которые утверждали, что Путин использовал указ, чтобы объявить продажу штата России в 1867 году незаконной. Уже многие прокомментировали, и вот в Государственном департаменте США 23 января прокомментировали этот указ Путина, который, по мнению экспертов, может как раз касаться Аляски. Эту ситуацию также и взялся комментировать присущей ему эстравагантной манере бывший президент России Медведев. Ну и по его словам, что Россия не получит обратно Аляску, проданную США в 19 веке, ну и пусть и так. А мы-то ждали, что Аляска изо дня в день все-таки вернется. Ну теперь война неизбежна, сказал Медведев. Видимо, это действительно настолько всерьез воспринимается, что и Путин подписывает указ, в Госдепартаменте это комментируют, Медведев уже угрожает новой войной, то есть риски и ставки еще повышаются. Ну вы знаете, я не думаю, что речь идет реально о повышении ставок, я думаю, что речь идет о знаменитом путинском блефе, который тоже много-много раз слышали, и Медведев как раз один из выразителей этого блефа, да, то есть он занимает никакую должность, никто его назвать никак, да, и имя, что у него, соответственно, сбитого летчика, алкоголика и так далее, вот, но он вот выполняет важную миссию при вожде, он вот стращает всех, да, вот кучивает глаза, делает вот так или там как они делают, да, там пацаны в питерских подворотнях, вот, или чушпаны в питерских подворотнях, я уж не знаю. Как правильнее. Вот. Дело в том, что я думаю, что есть, есть такие все-таки красные линии, давайте воспользуемся формулировками самого Путина, красные линии для Путина, которые он никогда не перейдет, потому что все-таки я думаю, что понимание у него есть того, что ни в какую радиоактивную пыль в случае, начнись, если конфликт между Америкой и Россией, он никого не сотрет. Я думаю, что у него есть понимание где-то, что у Америки мощь-то, я не знаю, может быть, на порядок сегодня выше, вот, потому что мы же сами не инспектировали шахты с российскими ядерными ракетами, а если мы бы инспектировали, то я думаю, что там бы мы обнаружили плачевное зрелище. Я думаю, что из этих ракет может куда-то в состоянии полететь, может, там сотни, может быть, штук пять. Потому что, зная состояние дел в российской армии, да, у них арматы заглохают прямо на Красной площади, у них все это работает через пень-колоду, у них вместо брони, там, фейковая броня, на самом деле, какой-то алюминий, там, да, дюралька какая-то. Ну, класс, все украли, да. То есть, ну, Россия, она вот такова сегодня. То есть, в этом, в этом прелесть ее состояния, так если в кавычках говорить, да, все-таки, если бы такие колоссальные деньжища были вложены в армию какой-то нормальной страны, то она, конечно, была бы, наверное, в разы сильнее, а тут, в общем-то, имеют они то, что имеют. И вместо Киева за три дня, они сейчас героически отчитываются о том, как они не дали контрнаступлению дойти на Москве, да, то есть, и вот это в себе приписано в заслуги. Вот, соответственно, этот весь бред про Аляску, про атаки на Германию, то, что озвучивает постоянно товарищ Соловьев, бывший мой сосед по Кутузовскому проспекту, и в Останкине тоже встречались такой странный персонаж, я думаю, что они это делают вот действительно просто, чтобы накалять градус, чтобы всех так вот попугивать, чтобы в конце концов, даже, наверное, это не на элиты рассчитано, потому что элиты-то американские, европейские, прекрасно знают цену этому деятелю, но вот население-то не знает, и они население ведь боятся там, особенно перед выборами, а как оно проголосует, а не надоело ли населению война? Война населению надоела, на самом деле, даже уже в Украине я часто слышу от друзей голоса, что да, вот усталость нас накопилась и у них, и у близких, родных, и в России тем более, и значит, соответственно, везде-везде-везде, то есть эта вот волна уже пошла, то есть меньше смотрят программы про войну, меньше читают статьи про войну, и, соответственно, меньше хотят в этом всем участвовать, то есть я думаю, что вот эта вот истерия путинско-медведевская, она, путинско-медведевско-соловьевская, она направлена на то, чтобы вот население западных стран говорило, что, боже мой, они какие-то там дикари страшные, а вдруг действительно сейчас начнут бомбить, а вдруг начнут сейчас нападать на Аляску, а вдруг вторая, вдруг ядерная война, и вот, наверное, вот на это расчет, хотя, честно говоря, я думаю, что у американского истеблишмента и европейского все-таки есть возможности работать своим населением не менее эффективно, чем вот обрабатывать свое население Путин, потому что, когда европейцам и американцам надо, у них пропаганда включается на полную мощь. Это было видно очень хорошо в начале войны, когда они очень четко решили обозначить, что все, в Вилянии одним местом они заканчивают, они начинают жестко поддерживать страну, на которую напали. Соответственно, здесь я просто в Европе изнутри все это видел, и могу сказать, что их пропагандистские возможности, они не хуже, чем у Путина с его Соловьевым, потому что здесь абсолютно быстро все прониклись вот этой мыслью о том, что да, Путин агрессор, да, нельзя так поступать, да, Украину надо защищать. Потому что я до этого был многократно свидетелем, как в странах, например, типа Испании, Италии и многих других. Были такие антиамериканизмы достаточно жесткие, озвучены многократно и на уровне политики, и на уровне населения. И с этим европейцы справились очень быстро тогда, когда вот им действительно это понадобилось. Поэтому здесь, наверное, все-таки я сделаю ставку на то, что не получится у Путина запугать население западных стран, что все-таки западные элиты со своим населением отработают эффективно. Поэтому здесь, наверное, пугаться не стоит того, что вдруг сейчас все развернут помощь Украине. Тем временем Путин перестал подписывать помилования заключенным, которые отправляются из российских колоний на войну в Украину. Теперь они получают лишь условное освобождение, так сообщает BBC. Кроме того, если раньше заключенные должны были отвоевать 6 месяцев, после чего могли вернуться домой со снятой судимостью, теперь им предстоит оставаться до конца войны на фронте. Российслав, можно ли здесь уловить некую логику, что Путин, возможно, он боится, что люди, которые имеют зэковское прошлое, имеют опыт обращения с оружием и проходят пленный путь в так называемом СВО, они могут повторить тот неславно известный мятеж Пригожина? Вот здесь, я думаю, что боялся он не только нового мятежа а-ля Пригожинский, но здесь он еще боялся мятежа, собственно, бунта вообще-то россиян, потому что то, что начали творить, там эти архаровцы, которые с этими огромными сроками уходили на войну, еще там убивали людей, и вот им давали медальки, помиловали и отправляли по своим домам. Конечно, это было огромным шоком для всей страны и огромным отрезвлением для всей страны, потому что тут они поняли, что уже все средства хороши, и им вернули обратно всех маньяков, насильников убить, только ради того, чтобы Путин там потешил свое самолюбие и дальше там что-то позавоевывал, да? Поэтому здесь, особенно на фоне протестов жен мобилизованных, это решение такое, знаете, пожарное, это решение по затушиванию вот этого процесса возгорания людского гнева в России, потому что эти же женщины, они настроены очень, на самом деле, решительно, они настроены не менее решительно, чем участники башкирского бунта, преснопамятного. Они возмущались, кстати, во многом тем, что вы насильников-убийц отпускаете через 6 месяцев, а наши мужья, которых вы насильно опять-таки засунули в эту армию, в эти окопы, они там держатся бессрочно. А главная эта проблема в итоге еще в чем? То есть, если Путин не будет ущевать вот этих вот мобиков и их жен, ему же некем совершенно менять этих всех мобиков, потому что больше дураков в России, как выясняется, нет. Они же все это время пытаются набирать новых, и они все это время активнейшим образом рекламируют это СВО, рекламируют эту контрактную службу. Они затаскивают людей по-прежнему через повестки, но вот не такие прям мобилизационные, а через фейковые. Они присылают такую бумажечку грозную, которая написана, что в соответствии с законом таким-то... Я буквально вчера получал из одного из регионов России, очередная рассылка там прошла. То есть, они постоянно присылают вот эти бумажки, они постоянно пытаются сдащить новых людей. А новых людей-то нет, никто не идет, потому что начинает народ прозревать, да. Поздноватое зажигание, да, получилось, но тем не менее оно вот начинает срабатывать, и они начинают сейчас врубаться, что там вообще происходит. И, соответственно, вот, чтобы хоть как-то умаслить вот этих мобиков и их родных, чтобы не было бунта внутри России, и чтобы не побросали они там оружие в своих окопах и не побежали обратно домой, или чего доброго на Кремль, вот, соответственно, как бы им бросили такую косточку. Так сказать, вот мы... Ладно, мы зэков не будем тоже отпускать. Ну, соответственно, я думаю, что набор среди зэков на этом тоже закончится, потому что зэки же уходили, думаю, что через шесть месяцев на свободу, а теперь они будут понимать, что за эти оставшиеся, не знаю, месяцы или годы, не дай бог, войны, и их, во-первых, скорее всего там убьют, а во-вторых, собственно, теперь еще и помилований-то нет. Поэтому этот поток на фронт тоже прекратится. И это тоже неплохо, на самом деле, потому что, ну, чем быстрее закончатся все те, кто готов за деньги или из страха перед начальством каким-то держать в руках автомат и направлять его на ни в чем не виноватых людей, ну, тем лучше, на самом деле, для всего мира. Но есть при этом еще и бытовые вопросы, которые беспокоят россиян. Британская разведка считает, что решение проблем с отоплением в России является ключевым вопросом для российского диктатора накануне предстоящих президентских выборов. Это говорится в отчете разведки Минобороны Британии, которое было опубликовано в четверг, 25 января. За последние месяцы перебои с отоплением произошли в 16 населенных пунктах по всей России. Эти перебои на фоне минусовых температур расширили проблему, которая беспокоила российские города и поселки десятилетиями, но стала еще более острой из-за российской политики военного времени. И здесь, мне кажется, как говорят, нашла коса на камень, поскольку сейчас будут возникать логичные вопросы. Что же мы здесь мерзнем при всех тех параметрах, которые нам рисует наша власть, что мы такая великая страна, а при этом вроде бы идем где-то там за границу защищать русскоязычные города или русские города, как Путин у некоторых высказывался. Вот здесь, мне кажется, и может произойти сбой в русской голове. Ну, вы знаете, в русской голове сбой-то уже давно произошел, но беда-то другая. Беда в том, что люди очень запуганы. То есть Россия сейчас находится на той степени диктатуры, по сути уже, когда люди очень боятся сесть в тюрьму за любое неосторожно брошенное слово. То есть это мы видим уже не только в речах оппозиционеров или политиков или на митингах. То есть там в школьном чатике находишься, в российском, и там люди обсуждают друг с другом и что-то начинают говорить. И очень частое явление, когда один говорит, я тебя сдам в полицию, а другой понимает, начинает бояться и начинает сдавать назад прямо там, прямо в этом же чатике. То есть Россия запугана до нельзя. То есть в России по уровню вот этого вот страха перед репрессивной машиной сейчас, наверное, не дотягивает чуть-чуть совсем до 30-х годов прошлого века, потому что, ну, тогда, конечно, были повальные и массовые расстрелы и посадки. Но то, что сегодня происходит, атмосфера удушающая, она вот очень похожа, потому что действительно странно смотреть на людей, которые совсем недавно были такими свободными, такими дерзкими. Давайте про звезд российских вспомним, да, о том, какие были красавчики вот эти вот новые лидеры общественного мнения России, молодежи, в первую очередь, из Аббаста какой-нибудь, да. Какой он был честный. Как он с украинским артистом замечательным из группы Boombox, как они пели песни о том, какая власть гнилая, как они воруют деньги, как они против, да, вместе с украинцами того, что происходит вот в коридорах этой власти, и что сейчас делает Баста, да. Мне так как-то стыдно за него, потому что, ну, он был действительно ориентирован для молодежи, и все они сейчас набрали в рот воды. Что происходит с Ивлеевой Анастасией, которая была таким трибуном, такая была правдорубь-правдорубь, она на этом сделала карьеру себе на вот такой вот искренности, такой народной такой, знаете, во всех интервью она говорила какие-то хлесткие вещи про чиновников, про Путина, про самого интервью Дудю, она там таким матерком, так, значит, ты не задолбался ли еще, Володь? Понимаете, и что вот сейчас с ними со всеми происходит? Они сейчас все просто как перепуганные какие-то крысы сидят и держатся за свои вот эти гонорары, за свои концерты, за свои вот эти вот уже ставшие кровавые деньги на самом деле. Я не был изначально сторонником того, чтобы всех россиян записывать в палачи, да? Но что делают эти лидеры общественного мнения сегодня? То есть то, как они себя ведут, это же настраивает, это же настраивает на такой же лад и всех остальных россиян. Ведь посмотрите, если бы активно выступал против войны тот же самый Баста и та же самая Ивлеева, ну какие миллионы людей это бы заставило задуматься? А сегодня они смотрят на то, как Ивлеева говорит, как Россия всепрощающая и прекрасная, и как, пожалуйста, дайте мне еще работать. И они смотрят на этого Басту, который говорит зачем-то гадости в адрес Украины, вместо того, чтобы говорить гадости в адрес тех, кто начал войну с Украиной. И он же близок к Украине, он часто туда на гастроли раньше ездил. И вот это вот только два примера. Если бы они были честнее со своей аудиторией, то аудитория была бы посвободнее. А сегодня она запугана до нельзя, и сегодня она находится вот в том состоянии, когда... Ну я не знаю, что должно произойти в ЖКХ, о котором мы спросили изначально, чтобы российское общество взорвалось. Я думаю, что скорее не по линии ЖКХ разумом пойдет в ближайшие годы. Скорее вот, наверное, какие-то межнациональные конфликты. Потому что здесь, когда Путин начинал вот этот вот весь свой русский мир, когда он всех этих маргиналов и негодяев с этими всеми свастиками, на самом деле, которые нататуированы на телах у многочисленных российских вот этих вот архаровцев, которые сейчас находятся на линии фронта, и он же их сделал такими, знаете, он же сделал их из маргиналов мейнстримом, и он сделал их такими трибунами. А трибуны чего они? То есть они сегодня трибуны того, что сегодня в России стали в русских всех записывать. Сегодня в России начали говорить о том, что православие или смерть. Сегодня в России начали вот этот водораздел между брюнетами и блондинами на таком полном серьезе, что люди просто помолиться, извините меня, в Москве идут. Ну почему они не могут это сделать в Нью-Йорке, когда мечети не хватает? Ну да, селят коврик на улице и молятся, и все к этому лояльно относятся, ну потому что у людей праздник, они в праздник должны помолиться. А в России, в Москве, что происходит на последнем мусульманском празднике большом? Если вы погуглите, вы очень удивитесь вот этой картинке, потому что там уже искрение такое, что поднеси кто-то спичку. И вот это был бы взрыв, на самом деле. Представьте себе, на улице Москвы сотни тысяч людей, которых ну просто травят жители Москвы. Я говорю о мусульманах и, соответственно, православных. И вот этот вот раздел, понимаете, уже люди на улице одни, и уже люди есть другие, которые ими недовольны. То есть каждый раз, когда в Москве говорят о том, что построят какую-то мечеть, например, моментально выбегает вот эта вот вся шушера националистическая, русская националистическая, и начинает визжать о том, что они не дадут осковернить и моментально там какой-нибудь холмник объявляют святой там какой-нибудь православной землей. И, соответственно, вот по этой линии я первее жду событий каких-то взрывоопасных, чем по линии недовольства россиян к качествам жизни. Потому что, к сожалению, по поводу качества жизни они находятся вот в этом вот состоянии страха. Из этого оцепенения, наверное, к качеству жизни и падения этого качества их не выведет пока. Но, видите, все равно мы можем говорить не о всех артистах Российской Федерации. Сегодня было сообщение о том, что участники коллектива известного B2, они были задержаны в отеле на Пхукете, это в Таиланде. Там формальная причина, насколько я так осматривал информацию, отсутствие у коллектива разрешения на работу. Но ввиду того, что там же в Таиланде был отменен концерт Руслана Белого, Галкина, еще кого-то. И там уже связывают некую личность, который имеет отношение как раз к Лаврову. Ну и, видимо, это тоже проделки этой всей кремлевской системы, которая вот и дает такой результат. Поскольку B2, они занимали антивоенную позицию, это было все в открытую. Поэтому будем смотреть за всем. Я с вами согласен с тем, что, знаете, все-таки действительно много российских лидеров общественного мнения находятся на правильной стороне баррикад, да, на светлой стороне. Но если посмотреть, кто эти люди, да, то есть это же люди, которые работают для интеллектуальной публики. Посмотрите, это Земфира, это Шевчук, это Макаревич и много-много еще можно. B2 те же самые, это же тоже не Филипп Киркоров, понимаете. Грубо говоря, интеллигенция российская, это она в большей степени настроена антивоенно с первого дня. Но важно же для того, чтобы все это закончилось, чтобы вот этот вот путинский электорат, чтобы глубинная Россия, вот этот самый электорат Киркорова, чтобы они перековались. А все Киркоровые и Газмановы, к сожалению, остались там и вот очень сильно держатся за свои вот эти вот доходы, ну и, наверное, за положение в обществе. Из массовых таких больших артистов, ну не знаю, Меладзе высказался против войны, наверное. Ну и то он как бы высказался и сейчас не ведет активной политической деятельности, ну потому что, понятно, у него много заложников в России и там понятно, что он опасается за их там, за их состояние. Но кого мы еще можем вспомнить? Пугачева все-таки уже не лидер общественного мнения, она не практикующий уже артист. И вот приходим к тому, что опять-таки с массовой публикой в России работать пока некому в правильном направлении. Но возникает вопрос, есть ли Надежда, ну вернее, даже Надеждин, я бы сказал бы так. Независимый кандидат Борис Надеждин, он собрал 150 тысяч подписей избирателей для выдвижения кандидатуры на выборы президента Российской Федерации. По информации, что кандидатура Надеждина, она была изначально согласована лично с первым замглавы администрации президента Кириенко. Но вот как раз последние действия Надеждина, они вызывают настоящую ярость у кремлевского куратора, поскольку то, что недавно Надеждин заявил о том, что первым указом я освобождаю всех политических заключенных, а также предложу переговоры Украине и остановлю указ о мобилизации. И в целом, я так понимаю, что получается, что ручной кандидат выходит из-под контроля? Ну, вы знаете, я сам когда-то относился вот к тем, кого называют системными либералами в России. Могу вам сказать, что это не самая приятная ноша, на самом деле. То есть, когда ты действительно имеешь какие-то либеральные взгляды, но пытаешься там внутри системы что-то менять, то есть, действительно, иногда приходится с тем какие-то компромиссы, иногда приходится с кем-то договариваться. Ну, политика часто в этом заключается. И я думаю, что судя по надежде, ну, судя по тому, как он выглядит и что говорит, действительно, здесь произошла вот такая история а-ля Грудинин 2. Потому что Грудинин, например, тоже был абсолютно согласованным персонажем. Тоже все думали, что от него не будет ничего такого ужасного, потому что он зависел еще больше, чем Надеждин, от Кремля, от властей, потому что он руководил крупным предприятием в Подмосковье и был, насколько я понимаю, его совладельцем. Но в моменте, когда люди выходят в публичную политику, обладая какими-то изначальными правильными установками в своих головах, типа Грудинина и Надеждин, очевидно, они ими обладали, да, немного разными. Здесь либерал, а там все-таки социалист. Но, тем не менее, они, выходя в эту публичную плоскость, они, конечно, начинают чувствовать за собой поддержку людей, начинают чувствовать ответственность и начинают быть честнее, на самом деле. И даже когда они были согласованы и обещали что-то говорить определенным образом, а определенным образом не говорить, я просто помню очень хорошо, я специально смотрел прямо все эфиры Грудинина, Надеждина, после его выдвижения, когда он объявил об этом. И это поначалу было так робко, и поначалу я прямо вот чувствовал, что перед ним лежит бумажечка, на которой написано «Вот это я говорю, а вот это я не говорю». И, соответственно, он прямо по этим бумажечкам, физически, а у него там перед ним лежали, или мысленно – это другое дело. Ну, прямо по ним шел. А сейчас, посмотрите, когда он увидел все эти толпы по всей стране, стоящие в его поддержку, а в честь Путина, между прочим, ни одной толпы мы их, кстати, не видели, просто молча откуда-то привезли ящики. Одинаковые все, с одинаковыми бумажками все, как Путин любит. Значит, соответственно, естественно, у человека отрастают крылья в таких ситуациях, естественно, человек начинает уже выходить из-под контроля. И знаете, что очень хорошо в этой ситуации? В ситуации с Надеждином Путин проиграет в любом случае, независимо от того, зарегистрируют они его или нет. Я не говорю о том, что Путин проиграет выбор. Они, скорее всего, подрисуют итог такой, какой им захочется. Но что здесь важно? В сценарии, когда они регистрируют Надеждина, это все очень просто. То есть действительно люди в большом количестве пойдут голосовать за него, потому что действительно его платформа «Война плохо, Путин плохо» она сегодня супер востребована в России. И он единственный из кандидатов, кто это говорит. Я думаю, что это интересно слышать, если по-настоящей брать социологии. Ну, как минимум половине россиян. Вот такие слова. И поддержать его. То есть здесь так попахивает вторым туром, если честно считать. Конечно, честно считать они не будут. Но в любом случае это будет заметно. Особенно с учетом этой гениальной на самом деле идеи, которую придумали питерские ребята, вот этот вот «Полдень против Путина», когда все люди, которые голосуют против, они придут в одно время. И весь мир увидит, как их много. А потом Путин скажет, что у них ноль целых хрен десятых голосов. Естественно, это будет видно, что это фейк. Естественно, будет видно, как всему миру было видно на всех выборах, всяких Каддафи, всяких Лукашенков, всяких… Продолжайте этот ряд сами, вы знаете все эти имена. Вот. И соответственно, всему миру будет видно, что это выборы фейковые. Тут есть вариант не регистрировать надежды. Но разве будет что-то другое? Люди, которые уже взбудоражены тем, что они увидели тем, что их много. Они в этих очередях друг друга за локоть пощупали. Они посмотрели, что они живые. И что они – это нормальные люди. А те, кто за войну и за Путина – это вот те ненормальные. И вот это вот уже в головах сейчас крепко засело. И даже сейчас, если надежды на они не регистрируют, то эти же люди придут все равно на выборы. И они будут голосовать за кого угодно. За какого-нибудь Дованкова, за Слуцкого, прости господи этого, за Ичутку. За вот этого древнегреческого коммуниста по фамилии Харитонов, который на платформе переименования Сталинград обратно на Волгоград несчастного сегодня стоит. Вообще неважно. Все равно они будут выступать против. Их что-то там не напиши в итоговом протоколе. Все равно весь мир и вся страна будет видеть, что фейковый президент Путин. И в этом случае, когда уже это понимание приходит, там уже смена этого фейкового президента – это дело техники. Весь мир многократно через это проходил. Многократно вот так сидели диктаторы по четверть века. И все они заканчивали вот так. Когда начиналась десакрализация, соответственно, потом уже любой бигфордов шнур подрывал какую-то социальную бомбу, начинался взрыв, и его сносило этой волной к ядреним собачьим. Здесь будет ровно то же самое. То есть, по сути, россиянам сейчас уже можно, скажем так, принимать это как не выборы, а дальше больше как референдум. Хочешь войны – голосуй за Путина. Хочешь мира – голосуй за Надеждину. Ну, или за другого какого-то кандидата. Голосуй против Путина просто, да. То есть, совершенно верно. То есть, поэтому, да, они попались вилочку такую, сами же себе ее создав при этом. Они же надеялись, что они сейчас Надеждину дадут 0,8 процента голосов, и что весь мир увидит, как вся страна, понимаешь, обожает Путина, и как она обожает войну. Ну вот, а выясняется, что нет ничего такого подобного. Друзья, поэтому анализируйте, думайте, и, конечно же, делайте выводы. Самое главное – берегите себя, ваших родных и близких. Это самая главная ценность в нашем мире. Ростислав, благодарю за интереснейший разговор, и вам желаю доброго здоровья, и также хорошей недели. До новых встреч на нашем канале «Квалитэк». И вам тоже. Счастливо. Счастливо.